Всем привет, ребята и котята! Сегодня ваш лохматый красный кот вещает из Индонетии, Бали. Расскажу немного про то, как я сюда добралась. У меня был рейс AirAz, перелет из Куала-Лумпура на Бали. Он должен был идти 3 часа. Но проблема в том, что из-за того, что Куала-Лумпур это довольно большой город, довольно просто безумная транспортная система. На самом деле она не такая безумная. То есть я думаю, что мне еще предстоит увидеть города с более стрёмными транспортными системами. Но в Куала-Лумпуре иногда, чтобы добраться из одной точки в другую, используя транспорт, приходится тратить более 3 часов. Соответственно, мой рейс, он должен был быть в 6. Я подумала, наверное, лучше я выйду в час. На всякий случай. Хотя на самом деле это действительно было сильно заранее. Просто предугадать, будут ли пробки, не будут, очень сложно. И как всегда у меня еще целых 2 часа, чтобы найти свой самолетик. Ведь я приезжаю сюда очень рано. Соответственно, 3 последних дня в Куала-Лумпуре шел дождь. И, конечно же, я под него попала. Промокла до нитки. У меня были полностью мокрые штаны, полностью мокрые кроссовки. В таком виде я добралась на центральную станцию. В Куала-Лумпуре есть центральная станция, с которой ходит практически весь транспорт во все уголки. То есть это как узел их идет транспортный. И там же есть экспресс-поезд до аэропорта и автобус. Автобус дешевле, соответственно, конечно, я поехала на автобусе. Если кому-то нужно, я могу попробовать снять видео про то, как добираться от аэропорта в эту центральную станцию, как она выглядит, как устроено метро. Потому что, ну, на самом деле, с одной стороны, все довольно просто, но если не разобраться, то может быть сложно. То есть из-за того, что я останавливаюсь на каучсерфинге, мне постоянно помогают местные жители, говорят, куда идти, что делать. Хотя, с другой стороны, можно всю эту информацию найти в интернете. Вот, короче, добралась и в аэропорт. Как я обычно привыкла, все устроено, полеты у нас, ну, вот, в России, например, ты идешь на стойку регистрации, тебя там регистрируют, дают посадочный талон, взвешивают твой ручной уклад, после этого тебя проверяют еще раз, сканируют твой багаж, и после этого идет миграционный контроль. В этом аэропорту все было совсем по-другому. Первый этаж — это просто какой-то гигантский торговый центр, в котором можно потеряться. Указатели, я не скажу, что прям очень хорошо устроены, но, в принципе, я поняла, что мне нужно идти на второй этаж. И, в принципе, я поняла, что мне не нужно регистрироваться. Соответственно, кто проверяет вес моего багажа, не очень понятно. Я в аэропорту. Меня даже никто не шмонал, это было странно. Не посмотрели ни вещи, не доставили ни компьютер достать. Как-то все очень либерально, если честно. Мне не нравится. Когда я шла на стойку проверки, проверки багажа, ну, в смысле, то место, где его сканируют, и проверяют, что ты не везешь ничего запрещенного, я увидела мужчину с весами, который так подозрительно поглядывал по сторонам, и он остановил какого-то мужика, я так незаметно прошмыгнула, соответственно, мой багаж никто не проверил. У меня эрезия, они разрешают 7 кг провести, всего лишь 7 кг. У меня весь мой багаж 8,5, и, ну, конечно, если там распихать по карманам, одеть на себя всю одежду, то будет 7, но мне не очень хотелось этого делать и ходить в таком виде, соответственно, я просто сложила все, и мне повезло, меня никто не проверил. Соответственно, когда я прошла эту проверку, микрессионную проверку, я оказалась в Sony Duty Free, которая тоже была просто огромной и очень красивой, Дуриан, как обычно, везде. То есть я в наших аэропортах такого не видела, у них на полу лежит ковер, и некоторые люди на этом ковру, кстати, спят, у кого там длинная пересадка, или, не знаю, может, просто какие-то люди живут в аэропорту. Ну, короче, зона Duty Free очень классная. Потом оказалось, что у нас рейс, и его задержали на час, на самом деле на полтора. Это был мой второй полет с AirAsia, и я не знаю, это регулярно происходит или нет. Если кто-то из вас много раз летал с AirAsia, скажите мне, пожалуйста, они постоянно задерживают рейсы или как? Потому что второй раз я речу, и второй раз больше, чем на час, рейсы задерживают. Опять опаздывает. Соответственно, в Динпасаре я в Индонезе оказалась не в 9 вечера, а где-то около 11. Мы прилетели около 11. Я выхожу из зоны прибытия, и вы знаете, как хлебушек кинешь, и голуби слетают, это кор-кор-кор-кор-кор. Вот так я выхожу из зоны прибытия, и на меня таксисты, такси-такси-такси-такси. И я начинаю от них локтями просто отбиваться. Уйдите, черти проклятые, мне не нужно ваше такси. Ну, почему так много таксистов на Бали? Потому что с общественным транспортом здесь просто полный аврал. То есть в 9 вечера из аэропорта, в принципе, никуда невозможно уехать. Есть редкие шаттлбассы, которые ходят где-то то ли раз в час, то ли раз в два часа. Они ходят по определенному маршруту. И, да, как бы... То есть это, в принципе, большое ожидание, и нужно приходить в определенное время, чтобы на этот шаттлбасс попасть. Соответственно, из-за этого, из-за того, что такое огромное количество туристов, и очень много богатых туристов приезжают на Бали, такси здесь просто процветает, и таксисты очень наглые, и с ними очень сложно коммуницировать, о чем я расскажу чуть позже. Следующие истории. Вот, к счастью, мне попался очень хороший хост, девушка, которая встретила меня на машине. Мы доехали к ней, и на следующий день я вышла погулять по Димбасару, потому что мне было очень интересно посмотреть. Все-таки это крупнейший город на Бали. Но если я думала, что в Таиланде полный везде с прогулками, то нет. Это здесь, на Бали. Здесь, в принципе, нет зоны для пешеходов. Есть только дорога. По этой дороге ездят машины и мотобайки. И обочины, в принципе, нет. То есть, есть вот такая вот маленькая полосочка, которая, ну, вот есть сбоку каждой дороги, да. И, то есть, я не знаю, я пыталась по ней ходить, но это было очень опасно. Я постоянно боялась, что меня собьет какой-нибудь мотобайк. Тем более, что, например, если какой-то машине нужно припарковаться, например, вот едет грузовик, да, он везет какой-то товар в какой-то магазин. Ему нужно припарковаться. А где припарковаться? Нет же никакой ни обочины, ни тротуара. Они паркуются прямо посреди дороги. Соответственно, даже если ты по этой дороге идешь, и перед тобой становится грузовик, тебе нужно его как-то постараться обойти, так, чтобы едущие сзади машины, которые тебя не видят, когда ты будешь этот грузовик обходить, тебя не сбили. Короче, меня это все очень сильно выписало, еще больше меня разозлил тот факт, что здесь невозможно найти крем от загара. Я обошла несколько магазинов, нигде никто не слышал про крем от загара. Все вот в Индонезии вот так вот живут, никто не предохраняется от солнца. И найти что-то очень сложное. Весь мой день практически ушел на то, что я пыталась найти магазин, в котором был бы крем с SPF 50. Я его не нашла. У меня сейчас какой-то местный бальзам с SPF 30, из которого я вот покрылась какими-то красными полосками. И на самом деле я даже не уверена, что это крем от загара, потому что все написано на пьяном языке. Но продавщица сказала, что да-да, это от загара. После такого большого разочарования в местном транспорте я попросила девушку, которая меня хостит, что вообще можно сделать. Ну, потому что, как бы, вот есть шаттлбассы местные, Кура-Кура-Басс. Они ходят раз в два часа по определенным маршрутам. Они стоят довольно дорого, и, соответственно, они редкие. Ну, как бы, их ждать, еще и кучу денег платить за этот шаттлбасс, как-то вообще не алло. О, господи, я сижу и постоянно потею. И вот она мне сказала, что есть классное приложение, Грэп, в котором можно заказать онлайн-такси. Если заказывать машину, выйдет довольно дорого, но можно заказать мотобайк. То есть за тобой придет человек на мотобайке, даст тебе шлем и довезет тебя, куда ты хочешь. Это будет в три раза дешевле, чем если ты заказываешь машину. И я установила это приложение, и мне так повезло, что первая моя поездка, она мне выпала бесплатной. Я, конечно, очень обрадовалась. Ну, она бесплатная до определенного расстояния. И максимальное расстояние, куда я могла уехать, это был город Угуд. Это культурный центр на Бали, в котором очень много, очень много храмов. И там вокруг Угуда очень много рисовых полей, очень красивых. Я всегда хотела на них посмотреть. Соответственно, я вызвала это такси, доехала на максимальное расстояние, которое было мне бесплатно. После чего я 10 километров гуляла по этим рисовым полям. Когда я нагулялась, время уже шло к пяти вечера, потому что тоже ходить по Угуду местами можно, потому что город туристический, обочина есть. Местами их снова нет, и мне приходилось идти в одном потоке с машинами. И вот в пять вечера я пытаюсь заказать себе метобайк обратно. И сталкиваюсь с такой ситуацией, что я заказываю, я делаю заказ. Соответственно, мне говорит, мне говорит это приложение, что поездка будет стоить 40 тысяч рупий. Да, здесь такие деньги. Один доллар – это 15 тысяч рупий. И, соответственно, когда я в банкомате постаралась снять 100 долларов, мне банкомат выдал полтора миллиона рупий. То есть я теперь миллионер. Круто, да? Но, правда, не то, чтобы меня очень горела такая сумма, потому что я все равно принимаю, что полтора миллиона мои – это 100 баксов. Я сходила в банкомат, сняла денег, и вот здесь миллион. Теперь я миллионер официально. Правда, в индонезийских рупиях, но все равно, вы можете видеть, здесь ровно миллион денег. В общем, пытаюсь и вызвать это такси. Мне приложение говорит 40 тысяч, нужно заплатить. Там, в Грэбе, есть две системы оплаты – cashless и with cash. Если ты без кэша, через приложение оплатишь, это дешевле. Я попросила своего хоста положение, пожалуйста, деньги на мой счет, потому что почему-то моя украинская карта не захотела привязываться. Она мне положила денег, у меня было вот 75 тысяч рупий на счету, и я подумала, ну вот классно, как бы я доеду за 40 тысяч, а если бы я платила кэшом, это приложение говорило, что ты можешь заплатить кэшом 50, или ты можешь поехать по своему кэшурус-счету за 40. Я выбрала за 40, конечно же. После чего мне таксисту личное сообщение пишет, я довезу тебя за 250 тысяч. Я такая, ничего себе, 250 косарей. Вот это да. Я отменила заказ, после чего перезаказала снова. И второй таксист мне пишет сообщение, что я поеду, если ты мне сверху на руки дашь 80 тысяч деньгами. И причем он мне еще позвонил такой, говорит, типа, я вот, ну как бы не поеду, мне это невыгодно, если ты мне дашь сверху 80 тысяч кэшом, тогда окей. Я просто сижу и офигеваю. Что такое? Ну, я как бы понимаю, что окей, 80 тысяч рупий это, ну, 5 евро, да? То есть чувак просто хочет 5 евро себе на руки. Но когда ты видишь, что тебе приложение говорит, что вот, ты поедешь за 40 тысяч рупий, а тебе чувак пишет в личку, давай мне еще 80 тысяч сверху налом, это кажется, ну, каким-то наглым и неправильным, то есть, ну, ты же сам согласился работать в этом приложении, ну, как бы, не хочешь, не работай, или, или, может быть, создайте какую-то, я не знаю, забастовку таксистов, заставьте греб поднять цены, ну, потому что, как бы, такое вымогательство, мне, в принципе, оно претит. Соответственно, я отменила эту поездку тоже. После чего я пыталась заказать третью поездку, которую никто не захотел брать. То есть я делаю заказ, его никто не уберет. Соответственно, я нахожусь в 20 километрах от дома и не могу ехать. Плюс начинается дождь. Соответственно, когда начинается дождь, на мотобайке ездить не очень круто, и многие таксисты просто там сворачиваются и уезжают. Соответственно, я сижу, и льет проливную дождь, я в 20 километрах от дома и не знаю, как мне подобраться. Единственный вариант, который вот был, это, ну, заказать машину, но машина бы стоила, то есть приложение мне говорило, что машина тебе обойдется в 110 тысяч. То есть, да, это все еще меньше 10 долларов. Ну, где-то 8 долларов, наверное. Но, все равно, как бы, когда ты приезжаешь в местную страну и знаете, что я путешествую при очень скромном маленьком бюджете, когда тебе онлайн-приложение говорит, что ты доехаешь за 40 тысяч, ты начинаешь мыслить другими категориями, что вот я хочу доехать за 40 тысяч. Я не хочу никому на руки там доплачивать, мне не хочу переплачивать, я вот хочу доехать так, как ездят, по идее, местные жители. Короче, я просто не знала, что делать, я начала идти по дороге, шел приливной дождь, время от времени я чекала это приложение, может, там появились какие-то байки, которые взяли в мой заказ, никто мой заказ не брал. После чего я попыталась автостопить. Это была, ну, как бы, очень неудачная идея, потому что, ну, во-первых, нет обочины, во-вторых, просто безумный трафик, то есть машины и мотобайки просто прут-прут-прут, если кто-то остановится, это будет огромная проблема для всего потока. В конце концов остановилась у меня какая-то женщина, она спросила, в чем дело, я ей описала ситуацию, она мне сказала, что, ну, наверное, это потому, что ты у оживленной дороги стоишь, давай, типа, поедем ко мне, я там в переулке живу, я обычно вот заказываю из дома такси, никогда нет никаких проблем. Мы поехали к ней, сели у нее в холле, и мы стали пытаться заказать мне такси домой, мотобайк. Соответственно, здесь, кроме Грэба, есть еще второе приложение, GoJet. Я пыталась через Грэб заказать, она пыталась заказать через GoJet. В Грэбе ситуация была опять стабильна, никто не брал мой заказ, в GoJet, кстати, выдавалось 35 тысяч наличкой, то есть без всяких пополнений на какой-то там кэшный счет, но после того, как какой-то таксист взял наш заказ, он сказал, ну, вы знаете, как бы уже вечер дождь, я поеду, но не за 35, а за 150. Причем, что помните, что машина через Грэб нужна была стоить 120, он хотел 150. Мы отменили этот заказ, попытались второй раз, я уже отчаялась, уже думала, что мне нужно будет вызывать машину, и тут этот второй раз, когда девушка пыталась заказать машину, такси через GoJet, вызвался какой-то парень, сказал, что окей, я еду в ту сторону, но проблема в том, что я сейчас далеко, если вы у меня минут там 10-15 подождете, я приеду. И вот, наконец-то, в 8 вечера, я напомню, что я в 5 вечера начала вызывать такси, в 8 вечера за мной приехал парень, который довез меня домой за 35 тысяч. Я хотела сегодня поехать на озера, но после вчерашнего, я просто не знаю, как бы я из этих озер обратно выбиралась, темнеет здесь на Бали в 6 вечера, то есть, по идее, если ты хочешь максимальный световой день поймать, нужно вставать в 6 утра, но никто же в 6 утра не встает, рабочий день начинается в 9, соответственно, вот световое время, когда ты можешь что-то делать, это с 9 утра до 6 вечера, не так много времени, чтобы съездить на какие-нибудь озера, которые, например, в 40 километрах от города находятся. Короче, вот такие дела, ребята. Если вам интересно слушать всю эту херню, мои души и изливания, можете подписаться на меня, на этот канал, знаю, и можете написать какой-то комментарий, чего рассказать. То есть, я думала там порассказывать про автостоп в Малайзии, про мои хостолки, с которыми я в Малайзии останавливалась, там накопилось довольно много историй. Вот такие дела. Я сейчас никуда не пойду, а буду работать, потому что, кроме всего прочего, мне приходится еще работать отсюда, чтобы у меня были какие-то деньги на еду. В США у меня сейчас разница в часовых поясах больше 12 часов, поэтому иногда мне приходится работать по ночам, что тоже как бы не очень удобно, а если я по ночам не работаю, то, соответственно, я теряю здесь заказы. Короче, я очень хочу домой. Ладно, всем пока, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok